Войсковый капеллан Устали все И это нормально Но все стоят еще Борствуют На чеку Еще очень приятно В последнее время мы практически Не видели пьяных Это очень приятно В сравнении С какими-то другими моментами Но устали все И мирные жители устали И солдаты устали Будем надеяться, что Путин тоже устал Получилось, что я Почти во всех трагических местах был Можно сказать Самых трагических для нашей армии Это Поражение под Степановкой 30-й бригады Это август прошлого года Тогда я был в Солнцево Под Тельманово Это сейчас глубокий тыл В ДНР Так случилось, что мы с Андреем Попали на выход с Дебальцева Но в этот раз Это было более организовано И скажем Ну тоже Такие неприятные моменты А самый тяжелый, конечно, момент был Это когда мы Заложников забирали Это возле На Чернухинском мосту Дебальцева Вот это был самый такой Неприятный момент Неожиданность, неизвестность До этого был Минометный обстрел Тогда были Сколи Юрченко Гриша и Плевака Это, может быть, вы слышали Историю, когда Бердические волонтеры попали К Бесу В подвал Там Так получилось, что Нам удалось их освободить Спустя три недели Но это было Это, наверное, был Самый тяжелый момент Потому что была Неопределенность Была опасность Было Очень много составляющих Но, слава Богу, результат был Но мы старались делать все Осторожно Нам больше лет уже, понимаете Мы всегда карту смотрели Сводки имели Мы всегда подстраховывались Ну и Бог хранил, скажем так Старались не искушать Бога То есть мы не пытались Приехать напрямую С Дебальцева в аэропорт Так как они Вот так они попались В Янакио Выехали на блокпост То есть мы Лучше делаем крюк 200 километров 250 Но мы едем По тем местам Которым Мы уверены И в принципе Не искушать Судьбу Понимаете Что такое работа капеллана Некоторые думают Что работа капеллана Ты пришел Открыл Библию И начинаешь ему Что-то там рассказывать Потом помолился с ним А на самом деле Работа капеллана И об этом говорит Библия Можно посмотреть Что делал Иисус Христос Когда Он встречался с людьми Он им сразу не рассказывал Он участвовал в их нуждах Он их накормил А потом учил На фронте Знаете Если это где-то в тылу Там можно собрать людей Там что-то им рассказать Объяснить Помолиться Отслужить какие-то требы Это можно На передовой Это практически невозможно Почему? Потому что Понимаете Личный состав Он постоянно в движении Если он не на посту Он отдыхает Он отдыхает для того Чтобы опять выйти на пост Если это Боевая тревога Да Даже если он отдыхает Он должен надеть бронежилет Каску И И Находиться Поэтому Что должен делать капеллан Вот с ними Вот ты приезжаешь И ты смотришь Вначале Чем ты можешь помочь быту Второе Покушать Чем можешь улучшить Еще какие-то бытовые Знаете Ребят Которые на передке У них куча проблем Вот даже если Недалеко большой город У них Где-то карточка зависла Где-то кому-то просто надо К зубному съездить Где-то кому-то просто надо Что-то Передать Там знаете Ну Разные вот такие вопросы И вот Ты берешь этих ребят Едешь с ними туда Делаешь Что Привозишь туда И Ну Тот Кто им может Такой сервис Сделать на передку Таких Очень мало Людей Потому Это ценится Там И когда ты уже С ними Находишься Ты с ними Идешь на боевое Дежурство Когда они Там можно Беседовать И то в меру В меру опасности Которая Подстерегает И вот таким образом Ты с ними живешь И Можешь каким-то образом Ответить на их Вопросы Поддержать Где-то Морально поддержать Помолиться за них Вместе Помолиться То есть вот так Это повседневная жизнь Это не какой-то Обряд Не какой-то ритуал Это повседневная жизнь С бойцами Объяснить Я могу Сказать по себе Мне приятно было Когда вот Валера Логина Приехал Сигеем Сухармином В то время Когда были вот Обстрелы Широкина Там Лебединского Вот они приехали И уже приятно Как это объяснить Ну вот так Наверное Объяснить Это же самое Когда приезжали Волонтеры Другие позиции Особенно В самом начале В самом начале Еще когда Мало ездили В самом начале Когда еще Плохо работали Структуры Снабжения Армии Армия Совсем Другая стала За последний год Она Совсем Стала Другой И уже Появились Другие потребности Вами Людей Кого бы я хотел Поблагодарить Тех людей Которые Полтора года Помогали Да И вот я их Никогда не Благодарил Это Витя Прохоров Это Саша Медведюк Это Андрей Инычев Витя Это Сергей Сухомлин Это Михаил Пухтаевич Это Игорь Гудич Это Саша Рабинович Ну И еще Ну как минимум Человек 50 Которые Помогали Понимаете Вот помогали Кто может больше Кто может меньше Но Постоянство было Поэтому сказать Что люди забывают Понимаете Есть вещи На которые уже Должно реагировать Государство Если вот раньше Спальников Никому не давали То надо было Везти спальники Сегодня спальники Выдают Сегодня Берцы Вот мы даже Сфотографировали Какие выдали Да Хорошие берцы Выдали Там на передке Мы увидели Реально Выдали им Хорошие берцы Раньше Это надо было искать Понимаете С медициной Немножко лучше Просто есть Где лучше Где хуже И вот эти Вот эти вот Разницу Надо компенсировать Вот чем-то Потому это Совсем Другие объемы Уже помощи И другой характер Помощи Мне кажется Даже Сегодня Помощь Нужна Уже И тем Кто возвращается С войны Вот здесь Надо Вот здесь Надо Вот здесь Надо уже Большие изменения Делать В государственной Политике Даже Вот к этому Понимаете Уже Потому что Это не просто Вот социальные Вот проблемы И будут заниматься Социальные службы Какие-то Службы не будут Ими заниматься Службы будут Вот такие вещи Говорить Мы вас туда Не посылали Или что И потом Как на это Реагировать Поэтому Должны Сознанно быть Но отдельно Структуры Которые Отдельно Этими людьми Занимаются Это очень важно И очень важно Не опоздать С этим А за Такие слова Как мы вас туда Не посылали Чиновнические Вот это вот Биократия Зачванливость Ну Ну просто Надо выгонять С работы За одно Такое слово Это вот Мое такое мнение Вы понимаете Когда Я вам потом Покажу фотографии Вот вы увидите Вы увидите Кто воюет Это дяденьки Сел Которые пришли Из комбайна Это не амбалы Те которые Культуристы Нет Это простые люди Для меня Они герои Для меня Понимаете Те бабушка Которая отдает Последнюю пенсию И Таких людей Очень много Для меня Это герои И мне кажется Что у нас Большинство В стране Это герои Вот те Которые откликнулись Которые выставили Это время Я надеюсь Что оно заканчивается Уже Но которые выставили Это и есть герой Потому Большинство В нашей стране Это герои Тут знаете У одного Может быть лучше Пиара У другого Хуже будет Пиар Поэтому Если ты Посмотришь Картинку Без пиара Да Когда Стоит дяденька 50 лет Ему Даже плохо видит Не знаю Как его взяли В эту комиссию Да Он стоит Он надевает От бронежилета И идет На свою позицию Это герой Про него Не снимают Фильмы Про него Не рассказывают Но это настоящий Герой Его семья Которая осталась Это герои Но есть Негодяи Есть Не люди А вот их поступки Которые Вот негодные Есть Вот я вам скажу Есть Есть такая Вот Хочу поднять Этот вопрос Коллекторские фирмы Знаете Те которые Убивают кредиты Так вот Бывают Такие проблемы Что бойцам У которого нету связи Которому надо Вылезти На крышу Обстреливаем Для того чтобы там Получить смс От жены Да вот ему приходят Такие вот Смс Вы должны деньги Вы там То и то и то И вас заберем И третье И пятое И десятое В то время Когда Отправили справки Заказным письмом Вступаешь в диалог И вот я как-то пытался Вступать в диалог С этими компаниями Говорить Что человек на передовой Закончит службу Придет Там есть законы Которые А они знаете Вот как зомбирены Вы должны Вы должны Он даже не слушает Она даже не понимает Что он там Там где откуда Могут не возвращаться И вот она Одно и то же Какая-то красивая Паня там Во Львове сидит И коллектор капитала Это Вот эти люди Ихние директора Вот эта вот Программа Которая Вот я считаю Это негодные поступки Которые Не черствые Которые Не Не вникают В суть Этих людей В суть Вот Что ты вообще Говоришь Человеку Который Ты не может Слышать Вот бывает Такое Да И вот здесь Государство Должно работать И общество Должно порицать Такие вещи Должно 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 Должно